Что там делает Кадыров? И это очень интересный момент. Смотрите, 6 человек задержано. Есть слив информации, что они все выходцы из Чечни. То есть, это кадыровские киллеры. Это его шпионы, это его агенты. Как его боялись Умаров, Бараев, Ахмадов. Вот эти все эти истории, цену этим историям мы узнали именно сейчас на примере Турции. Кадыровец в Турции и кадыровец в Чечне. Это совершенно разные два кадыровца. И мы никогда бы об этом не узнали, если бы не Халитов и другие наши соотечественники, проживающие в Турции. Это они открыли нам вот эту чудодейственную магию турецкой земли. Кадыровец в Турции Беслан. Также он в разговоре с Хасаном Халитом. Хасан Халита вообще знает этого человека. Он говорит, что он познакомился с ним еще в Грузии, когда его с ним познакомил тот самый задержанный Васамбек Боков. Он же тот человек, который должен был убить Георгия Габунию, но не смог это сделать. Грузинские спецслужбы его обезвредили. Так вот, этот, значит, кадыровский киллер познакомил Хасана вот с этим человеком, которого зовут Беслан. Но тогда он, говорит, представился Хасану как из Наур. И вот один из этих шести задержанных, вот этот человек Беслан. Нет никакой информации точной, то есть их имена, фамилии неизвестны. Турецкая полиция не разглашает эту информацию, но точно известно, что они граждане России. И также есть вот просочившаяся информация, что все они выходцы из Чечни. Эта информация, она очень правдоподобна и в принципе логична с учетом предшествовавших событий. То есть в контексте вот этой последней, в контексте последних событий это все вписывается в кадыровскую логику. Дело в том, что до этого, как вы помните, наши соотечественники, проживающие в Турции, наказали, так скажем, кадыровца по имени Рахман Ибрагимов, который 17 лет проработал в кадыровской правоохранительной системе, даже как-то странно, когда ты называешь ее правоохранительной. И в общем приехал в Турцию, непонятно с какими целями он там находился, но в общем его обнаружили, нашли, наказали, оторвали его. Он вынужден был вернуться обратно в Чечню, потом была история с Арсанукаевым, которого не наказали. Он рассказал нашим соотечественникам о том, что он якобы приехал раскаившись, там всего лишь некоторое время поработал, понял, что это все плохо, приехал, ни с чем не связан, просто хочет жить. Ему ничего не сделали, просто сказали, давай мы тебя снимем на видео, как гарантию того, что ты завтра не поменяешь свои взгляды. Но он сразу же на второй день уехал домой, и после этого было объявление о кровной мести. В общем мы были с вами свидетелями всего этого, я освещал это здесь на своих каналах. И вот после этого, после объявления о кровных мести, в Турции задерживают 6 человек. После этого, после задержания 6 человек, мы на днях, мы вдруг узнаем, что Кадыров находится в Турции. Эта информация появляется внезапно на каких-то сторонних инстаграм-аккаунтах, какие-то сторисы выкладывают. Гусейн Гасанов, известный вайнер, вот этот инстаграм-блогер, он что-то с Кадыровым какие-то постит, короткие ролики, как он с ним катается на гидроцикле. И в общем начинается какая-то непонятка. Понятно, что он находится где-то на море, но еще точно неизвестно, где именно он находится. Потом появляется информация, что он все-таки находится в Турции. Затем появляются уже ролики на пабликах, на инстаграм-аккаунте, допустим, того же Магомеда Иудова, где он публикует Кадырова, Гасанова и Ахмеда Дудаева, министра по национальной политике, печать информации кадыровского. И они, значит, обращаются, где там, типа эти шайтаны здесь в Турции, где они, мы тут находимся. И с таким пафосом эту информацию выкладывает Магомед Иудов, комментируя, мол, где вы там? Он, Лев, говорит, туда приехал, чего вы там себе попрятались? И таким образом мы узнаем, что он находится в Турции. Итак, самое главное в этой новости, это не то, что Кадыров постит, это не то, что говорит Иудов. Это все второстепенное, это такая ерунда, это попытка отвода внимания от самого главного вопроса. Что там делает Кадыров? И это очень интересный момент. Смотрите, шесть человек задержано. Все шесть являются гражданами России. Есть слив информации, что они все выходцы из Чечни. То есть это кадыровские киллеры, это его шпионы, это его агенты. Они задержаны не просто так, а с поличным, то есть у них изъято оружие и боеприпасы. Причем оружие именно такое, которое используется для заказных убийств, пистолетов у жителей и так далее. И после их задержания сам лично Кадыров летит в Турцию. Причем полетел он туда не на своем частном самолете, его не пустили на частном самолете в Турцию. Он полетел туда со своим вот этим министром. И обратите внимание, министр-то тоже непростой. Это не министр финансовый или МВД. Это министр по национальной политике, печати, внешним связям. Это его, входит в его обязанности, внешние связи. Он берет с собой вот этого министра. Берет с собой блогера Гусейна Гасанова, который является азербайджанцем. Что тоже, я думаю, не случайно он его туда взял. Ну и человек там семь, по-моему, своих охранников, которые будут его стережить, когда он, значит, идет в туалет. Вот в таком, в такой, значит, с такой командой он выезжает в Турцию. Летит туда обычным рейсом, то есть авиакомпанией. Он полетел и обратно тоже вернулся таким образом, не на своем частном самолете. Это говорит о том, что Турция, между Турцией и Россией, по всей видимости, сразу был обмен какой-то информацией по поводу задержанных российских граждан. После чего лично Кадырова обязали полететь в Турцию. Причем полететь туда без какого-то пафоса, не на личном самолете, а в положении таком, в положении стандартного гражданина, так сказать. Его обязали туда полететь для того, чтобы какие-то вопросы, связанные с этим арестом, ему задать, по всей видимости. Утрясти, так скажем, эту проблему. С кем там Кадыров встречался? Какие вопросы обсуждались? Каким образом они решили эту тему или не решили? Для чего вообще нужно было именно Кадырову туда выезжать? То есть мы этого всего не знаем. Я уверен в том, что эта информация, она осталась за кадром, так сказать. Все то, что они выкладывали по катушке на гидроциклах, какие-то съемки там с туристических мест. Это все такая ширма для отвода глаз от основной темы. Основная тема это арестованные 6 человек. Мы, наверное, чуть позже все-таки узнаем, о чем договорились Кадыров и те люди, которые его вызвали туда, для того, чтобы с ним пообщаться. Мы об этом узнаем, наверное, чуть позже, когда будет известна дальнейшая судьба арестованных этих 6 агентов. Мы узнаем, если их осудят на длительные сроки и они будут наказаны, значит договориться не удалось. Если же там произойдет что-то другое, значит какую-то договоренность достичь им все-таки удалось. В общем, за этим мы будем наблюдать. Теперь, что касается вот этого вот всего пафоса вокруг этой поездки, всяких вот этих вызовов. Кому интересна история о том, как Кадыров искал шайтанов в Турции и как Кадырова и его шайтанов искали наши соотечественники в Турции, перейдите на мой канал Телеграм, я там выложил звонки Халитова, которые он совершал, и Ахмеду Дудаеву, и личному охраннику Кадырова. Я вообще хочу выразить благодарность Халитову и нашим соотечественникам в Турции за то, что они открыли нам вот эту вот магическую особенность турецкой земли. Кадыровец в Турции и Кадыровец в Чечне это совершенно разные два кадыровца, и мы никогда бы об этом не узнали, если бы не Халитов и другие наши соотечественники, проживающие в Турции. Это они открыли нам вот эту вот чудодейственную магию турецкой земли. До этого мы этого не знали. Обратите внимание, Арсенукаев в Турции был ну просто паинько, говорил о том, что он раскаялся, что там ругал этот путь Ахмата Кадырова. Как только уехал на родину, там у него что-то этот палец начал непроизвольно двигаться, он всем начал объявлять кровные мести, такой прям стал смелый такой воинственный парень. То же самое произошло и с Кадыровым, и с этим Ахмедом Дудаевым, и со всем окружением Кадырова. Они втихую прилетели в Турцию, провели там эти свои встречи необходимые, потом отдохнули. И после этого начали постить какую-то информацию, что они вот, мол, мы в Турции, они уже все, возвращаются домой и начинают постить эту информацию. Вот мы в Турции, где вы там находитесь, мы вас ищем, где вы... Разумеется, никто не знал, пока они не начали постить, пока они там находились, никто не знал, что они там. Как только стало известно, что они в Турции, Хасан Халитов начал их искать. Начал звонить Ахмеду Дудаеву, писать ему на Инстаграм, начал звонить, выяснил номер телефона личного охранника Кадырова. Стал, значит, звонить ему, тот даже ответил на звонок. Но потом, как оказалось, они, оказывается, уже на тот момент были не в Турции, это потом только выяснилось. И разговор совершенно другой. После этого уже они, значит, Халитов выложил разговор с Ахмедом Дудаевым, с другими уже из дома. То есть, пока они находятся в Турции, они не отвечают, они не выходят на связь. Но как только они возвращаются в Чечню, уже после этого начинает отвечать и этот Ахмед Дудаев. И у того охранника сразу меняется тон, он тоже начинает материться, как сапожник. То есть, вот это вот изменение, которое у них происходит, мы эти изменения узнали вот благодаря этим нашим отечественникам из Турции. И таким образом открылась вот эта вот чудодейственная особенность турецкой земли. И самое главное, мы наконец-таки поняли, каким образом Кадыров разгонял полторы тысячи, значит, муджаидов. Как его боялись Умаров, Бараев, Ахмадовы. Вот эти все эти истории, цену этим историям мы узнали именно сейчас на примере Турции. Во всей видимости, если же он напугал эти полторы тысячи людей так же, как он напугал ребят в Турции, то, видимо, он появился там уже после того, как наши войска ушли, наши воины. И он после этого туда пришел, эффектно как-то, возможно, вышел из автомобиля, что-то создал там на месте, потом рассказал нам эти истории. В общем, кому интересно, переходите по ссылке на телеграм-канал, смотрите. Все это здесь, наверное, выкладывать смысла нет. Ну, а Кадыровцам я, кстати, поймал там момент, где Ахмед Дудаев обещает Халитову. Он говорит, в следующий раз, когда мы будем ехать в Турцию, за неделю, он говорит, мы вам сообщим. Вот ловим тебя на слове, Ахмед Дудаев, ты, пожалуйста, в следующий раз за неделю, хотя бы за день, или хотя бы, когда вы уже туда приедете, дай им знать. Ребята, наверное, с удовольствием посетят вас. Я думаю, опасаться вам нечего, там просто зададут вам какие-то вопросы. Вы могли бы, допустим, организовать пресс-конференцию. На эту пресс-конференцию могли бы прийти все желающие, задать вам какие-то вопросы. Как вы помните, делали это в Иордании. Даже в той же Турции вы это делали, тогда Хучиев как-то приехал в Турцию и организовал там эту пресс-конференцию. Это было, правда, давно. Что вам мешает делать то же самое? Сделайте, может быть, вы даже как-то сможете о чем-то поговорить, найти какие-то точки соприкосновения. В общем, мы ждем. Надеюсь, что в следующий раз вы наберетесь смелости и реально сообщите, когда вы будете находиться хотя бы в Турции. Обсервер, мне интересно, почему пехотинец по прибытию в Анталию не вышел в эфир и не позвал своих противников? Ведь он разогнал 1500 боевиков, а тут всего несколько человек. Парадокс. Обсервер, еще 100 евро загнатил Иудов. Прости, пожалуйста, я понимаю, что тебе тяжело сегодня смотреть этот эфир, но обсервер сегодня в ударе. Почему он, значит, не провел эфир? Ему просто было некогда, брат, ты не понимаешь. Потому что надо было, брат, вот так, наверное, надо ответить. Ну, человек, видимо, был занят. Он просто вспомнил о том, что там есть какие-то люди, к которым у него есть какие-то претензии. Он об этом вспомнил только когда вернулся обратно в Турцию и, видимо, тогда решил запульнуть все эти записи. Кстати, еще интересно, что Ахмед Дудаев в разговоре с Халитовым, он говорит, мы, говорит, приехав туда, там блогеры, говорит, постили информацию. Там, говорит, вот просто прохожие и так далее. Дорогие кадыровцы, вы не учитывайте то, что мы не подписаны на всяких Гусейнов, Гасановых и прочих блогеров, вайнеров, на которых вы подписаны, с которыми вы дружите, называете их братьями. Это нам не интересно. Поэтому, да, многие тогда увидели, присылали эти записи, что там Гусейн Гасанов катается на гидроцикле, но ничего из этого понятно не было. Было лишь понятно, что вы где-то там отдыхаете. Не было ни слова о Турции. Вы тогда почему-то не спрашивали никаких шайтанов там турецких. Вы ничего подобного не говорили. Вы просто что-то выкладываете, и людям, получается, нужно догадываться, читать между строк. Поэтому не все сразу рубились. То, что вы скрыли свое нахождение в Турции, это очевидно сегодня любому. И было бы честнее, если бы вы сказали, да, мы как бы в целях безопасности, мы так сделали, мы же не можем рисковать, допустим, жизнью нашего падишаха. Это было бы честно. Зачем рвать на себе тельняшку, пытаться выглядеть там какими-то бравыми ребятами? К чему это? Сошлитесь на меры безопасности, которые нужно соблюдать. Скажите, что Кадыров, вот он очень хотел, значит, выложить там, вызвать всех, но служба безопасности ему не позволила. Вот так хотя бы выйдите из положения. Это будет честнее, это будет выглядеть немного правдоподобнее. Но когда вы пытаетесь сказать, что нет, именно вот так и было, мы там всех вызывали, это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Да вы спалились, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!